я буду отвечать это ну как бы более наверное объективно душа каждого интересует допустим ну какой-то факт продвижения своей деятельности где-то я своим опытом могу поделиться ну блогинга или физической подготовки ну то я с этого начну наверно да то есть как бы что на камеру я не вышел блогинг или спорт ой ну спорт это очень давно у меня отец еще был сборной ссср по водному полу он же ввел высшую математику но ученый был как бы в советском союзе поэтому генетически передалась наверное то есть с тягой к спорту и к науке ну правда он не снимал ничего ну правда он разработал компьютеры там всякий искусственный разум там вот с этого началось как бы а уже именно ну спорту с детства а так серьезно 16 лет я начал заниматься начал заниматься рукопашным боем но очень серьезно то есть по пять часов в день то есть очень жесткие тренировки нас тренировал один из таких легендарных на то время людей а не ну не брюс ли шевкат мухаммедов то есть о нем ходили легенды в киеве то есть он показывал чрезвычайные там скажем вещи это тюркские боевые искусства это еще туда тамирлан чингисхан кто смотрел фильм не победимый советский про боевой самбо основателя харлампева не помните такой фильм советский вот это вот как раз оттуда тоже один кто из обучал шевката был консультантом когда-то соответственно того харлампиева который оставал боевой самбо и все теперь знают что это одна из самых крутейших школ боевых искусств ну ни для кого не секрет наверное ну емельяненко да там представитель боевого самбо то есть там восьмикратный по моему чемпион уже память если не изменяет мира по мм и уже получается идет следующее ну а блогинг я начал заниматься ну как есть мне присылают вопросы по тренировкам я отвечаю лень отвечать соответственно я что беру снимаю ролик и выкладываю рассылаю людям когда я зашел увидел там один из роликов как отжиматься там от пола набрал 200 тысяч просмотров я так скажем ну ничего все думают кто их смотрит в все эти ролики вот сюда мне было непонятно да как их смотрят тем не менее то есть постоянно это росло на сегодняшний день у меня больше ста тысяч просмотров в день ну что так было понятно канала то есть это с чем сравнивать если мы берем стандартный телевизионный канал какой-то но если мы берем наш интер украинский но я смысле украинские еще наши по привычке говорю да там если интер канал будет это примерно передача на интер канале то есть 100 тысяч и смотрит как бы это то есть и постоянно растет количество подписчиков просмотров ну короче я не думаю это делать как своей сферой деятельности это было хобби вот и постепенно но наросла до такого вот и каждый день растет то есть я не вкладывал никакие деньги в свой канал никаких там не привлекал супер спонсоров то есть чисто на своей инициативе на так скажем на искренности да мне особо принципе не нужны но в принципе периодически да там обращаются то есть есть ну конечно конечно это витя уже расскажет касаемо коммерческой как бы составляющей я больше рассказывать люблю все-таки про физически 150 тысяч чем-то но у меня было гораздо больше потому что я размещал раньше свои ролики на чужих каналах как бы есть один ролик драка на турниках его посмотрела во многих странах мира больше там 12 миллионов по моему человек но один ролик поэтому меня узнавали уже тогда я особенно мы проводили сбор спортивный в киеве стрит воркаут ну как я один из организаторов был свое время и то есть там собралось 200-300 человека идут люди с пивом там как бы это это что это за флаг у нас такой черный флаг там с таким как бы это да ой идем идем там людей бьют и по такому плану ну кто пьет смысле и курит ну конечно мы не бьем людей кто пьет и курит ну естественно пропагандирует стараемся здоровый образ жизни и наш девиз на сегодняшний день это 300 миллионов то есть нас должно быть 300 миллионов то есть ну увеличение населения как количество так и качество этого населения вот такая цель ну так скажем в том числе блогинга ну что еще какие вопросы не стесняйте зарабатывать на канале на канале я уже неоднократно говорю все зависит конечно просмотры откуда к вам приходят вот видите мне очень много помог своими советами то есть как там чего куда продвигать но в принципе это наверное не меньше 1000 долларов в месяц ну так скажем не меньше тысячи долларов в месяц но это я же говорю что если вы ориентироваться будете на аудиторию какую но у меня и ролики короткие то есть зависимость еще длина ролика я там откуда его смотрят размещать в нем рекламу у меня мало относительно дохода чисто из монетизации по одной простой причине потому что я не гонюсь за авторским правом и соответственно многие ролики которые у меня на канале монетизация идет в полу как это в пользу авторов то есть либо музыки либо видео контента поэтому я так особо не гонюсь а если бы я действительно делал как это называется авторские ролики ну соответственно сумма была бы наверное в три раза больше ну примерно такая ситуация что именно увеличить количество авторского контента но мы постоянно растем у нас девиз такой прежде всего ну искренность второе это полезность третье развлекательность и зрелищность то есть мы постоянно вот оператор мой сидит он тренируется в формате подачи информации то есть ну всякие фишки смотрит за ведущими западными блогерами свои мы фишки придумаем чтобы это была картинка качество звук ну то есть все как бы составлять что именно через партнерскую у меня американская партнерская программа стил холл стил холл по-моему это не знаю это просто некоторых здесь просмотров меньше чем у вас подписчиков американская эта программа интересно было то что когда все российские платили ну условно говорю там единицу они платили в три раза больше вот реально изначально не платили в три раза больше за просмотры то есть там изначально да да то есть это люди которые в теме они знают почему они платят они сделал как-то прогоны этих просмотров через американскую вот систему выплаты то есть там есть свои секреты но google тоже а это второе имя он так называем родовое ну пока это секрет скоро все узнать как все это началось первый ролик у вас какой был первый самый первый у меня был медицинский центр в украине ортус назывался у нас были филиалы практически в каждом областном центре в том числе в симферополе представительство было мы занимались снижением веса и мы решили просто снимать ролики для того чтобы продвигать свой медицинский центр свои услуги один из первых правда роликов я снял про гибкость но опять же тот человек который нас обучал про шпагаты ну что я это знал я хотел поделиться этим с людьми чтобы люди обладали какой-то элементарной гибкостью то есть я могу сесть ну как бы шпагат в любом состоянии без подготовки наносить удары вообще без разогрева то есть это особенности этого комплекса который еще занимался мы же решили тюркские боевые искусства то есть это ну я видите с микрофоном поэтому сальто но тоже самое будет сальто как бы не очень хочется у меня травма позвоночника было и чтобы не приземлиться и тапочки могут сосклинуть в прошлом году я но андрей знает я поломал ногу бежал с бревном и тем не менее я как ну вот это голеностоп не гипс ничего не использовал продолжался на тренировации но там ну я вообще к любой нагрузке отношусь хорошо если она для здоровья они профессиональный спорт или с применением дополнительных препаратов потому что важно для вас чтобы вы были здоровы а не то что вы лежали у вас там какой-то медаль пояс там у вас позвоночник не работает рука не работает ну короче зачем такая жизнь то есть спорт он должен быть только для здоровья профессиональный спорт если вы им зарабатываете деньги если вы не зарабатываете деньги не занимайтесь профессиональным спортом вот и все а это есть да но это последняя стала такая фишка я просто постоянно что-то мой гораздо то недавно буквально несколько месяцев назад мы начали уже мне тоже говорят напишите книгу я понимаю что сейчас никто книги не читает ну давайте объективно говорит то есть проще даже я там зашел видео посмотрел посмотрел там видео петровска там а шри-ланке пример я знаю все про шинку зачем не читать да там или зашел вот у андрюхи посмотрел еще есть такое приложение maps.me оп скачал себе то есть информация видеоблогинга она очень сильно влияет на людей но не для кого не секрет что сейчас уже основная аудитория перешла в интернет youtube вторая поисковая система с одной стороны а с другой стороны по степени влияния но мне трудно определить потому что вот вы блогер да вас смотрят вам доверяют какое-то количество людей какой бы ни был канал классный россия 24 интер bbc этих вы людей не знаете это просто канал а когда вы знаете человека степень доверия больше то есть социальные сети постепенно захватывают власть они несут эмоции а эмоции больше передают любой информации чем просто информация вот для чего и нужен видеоблогинг и вы там и видите и слышите одновременно то есть степень воздействия на психику гораздо больше чем ну писать книги вот поэтому мы сделали такой курс ну чтобы продавать полноценные курсы потому что еще такой интересный момент человек бесплатно заниматься очень часто не хочет то есть ты ему можешь дать бесплатно совет он не будет заниматься но когда он заплатит деньги как спортзал он будет заниматься и он получит результат вот это самое важное а для нас важен результат ну потому что да совершенно верно прилетела вопросы ответы то есть изначально то есть я использую это как социальный ресурс ну вот видеоблогинг для того чтобы развивать здоровье ну вот я что что связано с моей деятельностью вот такие вот дела ну да а сейчас андрея занимается на первых порах я просто снимал я не знаю на что попало и эти ролики все равно набирали сотни тысяч просмотров именно из-за того что это человеку полезно вот и все да да вот он сидит потом занимается то есть соответственно уже как уровень растет потому что ну конечно много у кого их мало поднимите руки кто кому не пишут гадские комментарии не пишут гадские смотрите есть интересно то есть вот количество допустим ну опять же связано с рукопашным боем там общей физкой подготовки ну что я нулевой что я ничего не знаю то есть это да это понятно а раньше вот как бы многие блогеры спрашивают как с гадскими комментариями бороться да никак то есть либо вы их удаляете если они вам не нравятся либо они несут вам повышенную степень опять же узнаваемости это рейтинг для вашего канала любое обсуждение любая реакция человека чтобы он там написал вам дизлайк поставил лайк это для вас плюс но я не вижу это смысла потому что есть и много которые нормально пишут я вам так скажу у меня столько положительных комментариев что или там писем потому что мне в день приходит дописки 100 писем но в разных социальных сетях с благодарностями очень много что у меня в киеве дом 600 квадратов можете представить то есть если я обклеив все стены этим благодарностями распечатаны не будет пустого места не будет пустого места вот вылеченных людей там поправивших свое здоровье это мне больше греет душу чем кто-то мне написал что я никакой или он мне даже набьет лицо нет бессмертных нету и нет людей которые абсолютно непобедимы но это же понятно любому человеку но тем не менее все спортсмены высокого класса или бойцы когда при встрече жмут руку спасибо ты все правильно делаешь все вот это мне ну чемпионы мира не бьют не но они приезжают здесь тренироваться чтобы понимали поэтому все как бы знают все в курсе но мы иногда не забавляют они веселят да особенность их политические ролики там вы никак не прекратите это вот там пошло сразу ты либо бендеровец либо соответственно ватник то есть никто не будет даже там спорить не нет смысла просто это переписываться то есть есть люди со здоровой психика есть много которых нездоровых их много в интернете я не иногда говорю что самая большая страна где много всего добилов добила стан это интернет потому что так в реальной жизни человек не реализуется а в интернете он может написать вам комментарии емельяненко который восьмикратный чемпион по боям без правил можно написать это ты никакой я бы тебя там сложил это такое тоже есть то есть это нормально ну это нормально ну как бы нормально плюс у человека может быть настроение там вы лично ему не нравитесь или какая-то информация вот то есть интернет это большое такое с одной стороны болото но с другой стороны очень полезная штука где мы находим много полезного экономим свое время вот такой что еще вы знаете в голливуде может победить кто угодно как вот выстроить сценарий так и победит мне очень часто пишут допустим опять же начинаю как грыса гнать на россию там на украину такого плана что америка за неделю победит россию я гроша не 10 лет во вьетнаме делали просто простые вопросы сразу человек теряется ну что пропаганда она имеет такую тенденцию если повторить какое-то слово десять раз до человек уже где-то это слышал где-то видел он потихонечку начинает в это впрягаться да и получается что человек находится в социуме постоянно его давит он хочет быть как все все он пытается и поэтому попадает на эту волну а вот природа крым вот срывая сразу любые вот эти пропагандистские штуки когда ты остаешься на ночь в лесу это все улетучивать особенно у нас есть практика когда мы закапываем людей в могилу именно на кладбище да серьезно то есть ну просто на кладбище здесь есть старая с киевская кладбище то есть выкапывается могила ложится туда человек закапывается через сутки откапываются а не под себя в том-то смысле что а не ну это по согласию естественно человеком это безопасно но с точки зрения специально применяется но это это психологии многих стран это используется прямо сутки или одна ночь вообще ну как бы раньше в россии было три часа там известная какая-то компания занималась закапывает и то там люди описывают это если человек сутки проводит он поверьте мне у него настолько психика перезагружается но естественно есть противопоказания в любом процессе есть противопоказания это психические нервные заболевания какие-то хронические сердечные фобии ну разные моменты опять же в тюркских боевых искусствах когда человек сходил с ума или испытывал какой-то стресс его на три дня закапывали по голову помните как белое солнце в пустыне вот так человек приходит в себя то есть это тоже вот такой факт то есть не препаратами там его лечат а таким вот моментом а сколько стоит такой сеанс? какой? закопать откопать дороже закопать дороже закопать дороже закопать дороже я смотрел недавно сам был удивлен как бы вот такой штуке ну представляете вас засыпают все ну я не знаю я бы туда не никогда бы не зачитать деньги не зависит от количества денег я вам объясню просто мы живем как это жертвой всевозможных мифов да то есть мы знаем что такое кладбище поэтому нам вроде там страшно у человека всего два врожденных страха страх высоты и громких звуков все все остальные страхи которые мы получаем в течение жизни да у нас есть какие-то предрасположенности так называемые метильные метки на генах которые образовались из прошлых наших жизней не хочу говорить нашей генетики скажем потому что что такое прошлая жизнь наши бабушки дедушки если с точки зрения биологии передавали нам генетический материал это тоже прошлая жизнь которая у нас есть и у нас есть какие-то предрасположенности но всего врожденных два страха высоты и громких звуков а все остальное это уже создано телевидением там какие-то вот кто-то боится темноты потому что какие-то чудища там да фильмов насмотрелся вот ему чудища да это все приобретенные совершенно верно а как же страх камеры камеры приобретенные просто как это желание ну в смысле боязнь быть на виду понимаешь так где-то спрятался да там а когда тебя видят ну а потом это наоборот становится как уже любой блогер в каком-то смысле у него психическое отклонение ну как со сонтарным человеком хочется сниматься ну это с точки зрения простого человека это не отклонение но я имею в виду ну просто человек посмотрит скажет что-то такое да ну это нравится это работа это тоже нужно воспринимать как работа и самое главное как творчество самореализации потому что тема может быть блога любая вот дальнобой да казалось бы кто может смотреть за дальнобоем смотрят и много смотрят приготовление пищи путешествие как Андрей снимает увлекательное главное вот вы должны быть собой то есть не искусственными то есть каким-то стандартам следует просто быть собой и постепенно это будет расти то есть опыт качества как тренировка то есть вы тренируетесь вы становитесь сильнее но кто-то в одном кто-то в другом вот такая ситуация я еще могу рассказать еще для жителей городов как я и заявлял в своем вступлении что простые упражнения для поддержания себя в физической форме человеку не так много надо каждый день можно и так сказать есть простые методы это принцип табата 20 секунд интенсивная нагрузка 10 секунд отдых знаете да такое 8 кругов таких делается любую нагрузку вы делаете неважно это отжимания приседания и организм очень отлично буквально за 8-10 минут во прорабатывается но один день лучше прорабатывать руки другой день ноги про допинг про допинг какой зеленый чай допинг применяли еще те же тамерлан и чингисхан та же а для здоровья он нужен допинг для здоровья не нужен или он только отнимает здоровье самый лучший допинг когда вы счастливы счастливы когда вы занимаетесь любимой работой живете с любимым человеком и вместе которое вам нравится вот если три фактора у вас есть ну и здоровье естественно основополагающий который все держит ну вот вроде есть вопросы есть еще нету музыкальная пауза тогда а богатырь сколько можно спать а вопрос сна очень индивидуальный почему животные вот львы да они много спят относительно потому что они делают резкую нагрузку взрывную она требует очень большое количество энергии поэтому немного спят соответственно в каком режиме ведет человек если он хищник то есть он может много спать но очень делать быстро какую-то резкую нагрузку если человек не хищник ну условно говоря не делает какую-то просто такую тяжелую монотонную нагрузку то в принципе семь часов может там шесть спать а режим надо да соблюдается с ним на первых порах да желательно почему животные такие накачанные шимпанзе горилы они ничего не делают физически генетика генетика вот едят одну траву генетика не факт смотри у них другая система устройства желудочно-кишечного тракта мысление ну понятно не так как человек у человека самое больше съедает наша нервная система за час стресса вы можете спалить свой запас там полезных веществ за пару месяцев которые вы накопили получается сыроедение бесполезно я не говорю что оно бесполезно все индивидуально в какие цели человек преследует как он занимается важно чтобы это было от чувства вот допустим откуда взялось там сыроедение и какие-то питания растительными продуктами потому что наблюдали за человеком каким-то духовным он так питается о я так буду я буду таким нет человек по природе такой и он питается так как хочет он не задумывается о питании а вообще знаете откуда пошло ну одна из версий вегетарианство знаете такой был Ашока известный император Индии не не слышали ну вот это он первый который вел это все дело ну то есть он объединил империю он был достаточно жестокий ну относительно человек как бы объединил ну всегда когда надо объединить империю это же жестоко нужно делать и что он сделал то есть первое он большие огромнейшие деньги вложил в распространение буддизма который мы сейчас знаем но в территории которая за границами Индии ну то есть Китая там в остальное то есть чтобы не нападали на его государство буддизм мирная религия это первый факт второй факт вегетарианство он сказал животные наши братья зачем мы будем есть для чего потому что крестьянин который не ест мясо он теряет агрессию любой человек который не ест мясо он постепенно теряет агрессию то есть меняется психология меч уже поднять как-то не так уже то есть и противостоять серьезным воинам да такими как тамерлановским уже в принципе сложно это второй фактор при этом он не отменил кастовую систему которая люди что же братья между собой но он это не отменил то есть он был очень грамотный человек ему советовал, ну в кастовой системе есть духовная каста, да, которую ему советовал, то есть он исполнил этот совет, то есть с одной стороны, чтобы не было внутренних восстаний и не было внешних завоеваний, внутренние, то есть все едят травку и думают то, как кормят, как выжить, вот это управление любым государством, чтобы человек только заботился, как выжить. Когда вы умрете, вы разводите касты повыше. А это следующий, да, момент, тем не менее он кастовую систему не отменил, и буддизм ввел на сопредельных территориях. Нет, нет, я записываю все на листочке старым советским способом, либо на смартфоне. Но идеи очень много, мало пока мы реализованы. Семена, да, никакой системы, по которой вы двигаетесь? Раньше была, раньше была, то есть четко я двигался. Когда ты это рассматриваешь как бизнес, ну какую-то деятельность, ты выстраиваешь, да, некую стратегию продвижения. Сейчас обстоятельства в мире и в наших странах поменялись. Сейчас нужно реагировать, как в бою. Раз, резко движение, удар, резко движение, удар. То есть четко действовать по ситуации. Лучший боец это тот же, который не спортивным навыком обладает, а тот, который умеет чувствовать. Потому что неизвестно, где вам надо будет драться. Когда ночь, скользкая поверхность, много противников, я не знаю, что ж угодно может быть. Животные ж не спаррингуют, да, но тем не менее они прекрасно знают, где надо как бить, то есть же лев, тигр. Потому что это забито в генах и в человеке просто это надо пробудить. У нас многие просто инстинкты, они спят. Просто спят. Но вы много говорите про гены. Вы считаете, что если заложено, то невозможно победить гены? Я не считаю науку богом. Большая ошибка современности, что науку начали считать богом. Американские ученые сказали, все проникнулись уважением. Английские ученые, российские, неважно. Наука не является богом. Она лишь одной из способов познания мира. Наука утверждает, что 60% обусловлено вашей генетикой. Ваши наследственные заболевания больше всего по женской линии, умственные способности по мужской. Поэтому важно, чтобы мужчина, когда более опытный, женщина более младше. А 30% это воспитание. Но воспитание не тем, что ты говоришь ребенку не кури, а сам куришь. Он повторяет все. Он все повторяет. Он видит, как ты ведешь. Почему вырос, если он в семье ученых. Вот я видел, отец мой ученый. И у меня все книги, я не читал художественную литературу. Я читал научные всякие справочники, журналы, наука и жизнь. Вот это мне интересно было. Если сложить все цифры просмотров, это реально миллион. Допустим, в день может быть даже. Ну пусть даже полмиллиона. Это влияние очень огромное. Реально. То есть это влияет на психику, на сознание, на восприятие человека. И то, что вы транслируете, соответственно, в каком-то смысле... Конечно, духовная каста нельзя назвать. Человек должен действительно очень большое иметь влияние. Но все равно это влияет. Очень сильно влияет. Почему и такая идет борьба за каждого человека.